Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео уроке я вам хочу показать, как сделать вот такую замечательную шапочку. Делается она довольно-таки быстро, буквально за, я думаю, пару часов, не спеша, вы ее свяжете. Вяжется она, в принципе, довольно-таки легко и получается вот такая замечательная. Украсила я ее цветочком и жемчужными бусинками. Если вам понравилось, присоединяйтесь, будем вязать вместе. Вязать я буду пряжей своей любимой Ямалая Перлено Мини. Здесь 145 метров в 50 граммах, хлопок полуакрил. Мне нравится эта пряжа тем, что она, как для хлопка, очень такая нежная и приятная на ощупь. Также я взяла крючок номер 2 и ножнички нам понадобятся для обрезания ниточки. Берем ниточку, делаем кольцо амигуруми, захватываем, делаем такую петельку и еще 3 воздушные петельки подъема. 1, 2 и 3. Теперь нам нужно в колечко делать еще 15 столбиков с одним накидом. То есть делаем накид и прямо в колечко ныряем, захватываем ниточку, делаем столбик. Это 1, далее 2, далее накид в колечко 3, накид в колечко 4, накид в колечко 5, накид в колечко 6, накид в колечко 7 столбик. накид в колечко, восьмой столбик, накид в колечко, девятый, накид в колечко, десятый, накид в колечко, одиннадцатый, накид в колечко, двенадцатый, накид в колечко, тринадцатый, далее 14 и последний накид в колечко 15 вместе со столбиками которые мы сделали вот из воздушных петелек вначале у нас получилось 16 столбиков с одним накидом всего теперь мы берем ниточку за краешек вот этот коротенький и стягиваем наше колечко у нас получилось вот такое замечательное колечко обвязанное столбиками с одним накидом теперь в третью петельку подъема мы делаем соединительный столбик и так наш первый ряд окончен второй ряд мы начнем с 3 воздушных петелек подъема 1 2 и 3 еще одну воздушную петельку делаем для нашего узора теперь делаем накид и каждую сейчас каждую петельку то есть предыдущего столбика над каждым столбиком с накидом предыдущего ряда мы будем провязывать столбик с одним накидом теперь одна воздушная петля накид и вот в следующую петелечку делаем столбик с одним накидом снова воздушная петля следующую петельку столбик с одним накидом то есть смотрите над каждым столбиком предыдущего ряда у нас снова столбик и между столбиками с накидом 1 воздушная петля провязываем воздушная петля столбик с накидом воздушная петля столбик с накидом воздушная петля столбик с накидом и заканчиваем второй ряд воздушной петелькой и в третью петельку подъема воздушной цепочки нашей в начале делаем соединительный столбик третий ряд делаем снова начинаем с трех петель воздушных по для подъема делаем накид и в эту же петлю основания воздушных петелек делаем 1 столбик с одним накидом теперь делаем воздушную петельку и накид в этом ряду мы будем над каждым столбиком предыдущего ряда провязывать по два столбика с одним накидом сделали воздушную петельку накид и над столбиком провязываем 1 столбик с накидом делаем снова накид и сюда же второй столбик с одним накидом теперь снова воздушная петля накид и над следующим столбиком то есть пропускаем одну петельку в следующую провязываем 2 столбика с одним накидом снова 1 воздушная петля и над следующим столбиком провязываем 2 столбика с одним накидом провязываем над каждым столбиком по два столбика с одним накидом и между ними провязываем воздушную петельку то есть снова воздушная петля над следующим столбиком два столбика с одним накидом третий ряд заканчиваем воздушную петельку делаем и в третью петельку подъема делаем соединительный столбик все третий ряд с вами мы закончили теперь делаем 3 петли подъема 1 2 3 накид и над следующим вот этим вот столбиком предыдущего ряда делаем столбик с одним накидом теперь делаем 2 воздушные петли и над столбиком предыдущего ряда первым делаем столбик с одним накидом делаем накид и над столбиком предыдущего ряда вторым делаем еще один столбик снова 2 воздушные петли находим два столбика в предыдущем ряду делаем сначала над одним столбиком столбик с накидом теперь делаем накид и над вторым столбиком делаем столбик 2 воздушные петли и снова находим столбик предыдущего ряда над делаем столбик с накидом накид и над вторым делаем столбик с накидом то есть получается мы провязываем над столбиками предыдущего ряда столбик в этом ряду то есть смотрите у нас было по два столбика воздушная петля а теперь у нас над каждым столбиком столбик между ними две воздушные петли то есть мы провязали столбики теперь две воздушные петли и снова находим столбик над ним делаем столбик с накидом и над вторым делаем столбик с накидом 2 воздушные петли и снова столбик столбик 2 воздушные петли столбик столбик 2 воздушные петли обязательно следите чтобы столбики были над столбиками 4 ряд заканчиваем 2 воздушные петельки и в третью петельку подъема делаем соединительный столбик закончили четвертый ряд пятый ряд мы начинаем как всегда 3 воздушные петли подъема теперь делаем накид и в основании трех петель подъема делаем один столбик с одним накидом теперь снова делаем накид и над столбиком получается предыдущего ряда над вторым провязываем столбик с одним накидом теперь делаем 2 воздушные петли снова накид и над первым столбиком предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом в одну петлю один столбик и сюда же второй а над вторым столбиком просто провязываем столбик с одним накидом таким Таким образом, в этом ряду у нас получается над двумя столбиками предыдущего ряда уже провязано 3 столбика с одним накидом в этом ряду. И между ними будем провязывать между тремя столбиками 2 воздушные петельки. Снова провязали, сделали накид и в первую петельку над первым столбиком делаем 2 столбика с одним накидом. Теперь делаем накид и над вторым столбиком делаем просто столбик с накидом. То есть над первым столбиком мы провязываем 2 столбика, а над вторым просто столбик. 2 воздушные петли и снова над первым столбиком 2 столбика с одним накидом в одну петлю, а над вторым просто столбик с накидом. 2 воздушные петли. И снова над первым столбиком 2 столбика в одну петлю. Над вторым столбиком просто столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. И заканчиваем пятый ряд. 2 воздушные петельки и соединительный столбик в третью петельку подъема. Все, закончили пятый ряд. Теперь шестой ряд, как всегда, начинаем с 3 воздушных петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь делаем накид и в основании 3 воздушных петельки делаем столбик с одним накидом. Теперь делаем накид и над следующим столбиком предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. И снова делаем накид над столбиком третьим предыдущего ряда. Делаем снова 1 столбик с одним накидом. То есть, как вы видите, у нас было предыдущие ряды 2 столбика, 3 столбика. Теперь мы провязали. Получается 4 столбика, так как воздушные 3 петельки подъема заменяют нам столбик с накидом. Теперь делаем 2 воздушные петельки, накид и находим в предыдущем ряду 3 столбика следующие. Над первым столбиком провязываем 2 столбика с одним накидом, первый столбик и сюда же второй. Далее над следующим провязываем столбик и над следующим провязываем столбик. То есть, над первым провязываем 2 столбика, над вторым столбик, над третьим столбик. Таким образом, у нас провязывается уже 4 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли между ними. И снова над первым столбиком 2 столбика с одним накидом. Над вторым столбиком третий столбик с накидом. И над третьим четвертый столбик с накидом. Между четырьмя столбиками 2 воздушные петли. И снова над первым столбиком два столбика с одним накидом, первый сюда же второй. Далее над вторым третий столбик и над третьим столбиком четвертый столбик. Две воздушные петли. Шестой ряд заканчиваем двумя воздушными петельками и в третью петельку подъема делаем соединительный столбик. Шестой ряд у нас окончен. Седьмой ряд мы, как всегда, начинаем с трех воздушных петелек подъема. Делаем накид и в это основание воздушных петелек делаем столбик с одним накидом. Теперь делаем накид и у нас получилось над первым из четырех столбиков предыдущего ряда два столбика с накидом. И теперь над тремя оставшимися столбиками мы провяжем по столбику. То есть над следующим столбиком провязываем столбик с одним накидом, над следующим столбик с одним накидом и над следующим оставшимся последним столбик с одним накидом. как вы видите у нас уже 5 столбиков с одним накидом то есть постепенно увеличилось 2 воздушные петельки делаем и снова находим из 4 1 столбик вот в него мы провязываем 2 столбика с одним накидом 1 столбик и сюда же второй а над тремя последующими делаем по столбику над столбиком 1 2 и 3 благодаря тому что мы сделали первый столбик 2 столбика у нас уже 5 вместо 4 предыдущих и между ними как всегда 2 2 воздушные петельки снова находим первый столбик в него провязываем 2 столбика с одним накидом затем провязываем по столбику в оставшиеся 3 столбика предыдущего ряда снова провязали 5 столбиков 2 воздушные петельки и опять в первую 2 столбика с накидом во вторую столбик это уже 3 в третью столбик это уже 4 и в четвертую столбик это уже 5 и между столбиками обязательно из 5 столбиков между 5 первыми и вторыми 2 воздушные петельки сделали 2 воздушные петельки и снова над первым столбиком 2 столбика над вторым столбик над третьим столбик и на четвертым столбик вот такое увеличение у нас получается заканчиваем седьмой ряд двумя воздушными петельками и в третью петельку подъема делаем соединительный столбик снова делаем 3 воздушные петли подъема накид и в петлю основания воздушных петелек делаем столбик с одним накидом теперь делаем накид и в каждую петельку так сказать со столбиков предыдущего ряда делаем по столбику с одним накидом 1 столбик далее второй столбик далее третий столбик и четвертый столбик таким образом у нас в предыдущем ряду было пять столбиков в этом ряду у нас уже шесть столбиков над предыдущими пятью две воздушные петли и находим снова первый столбик предыдущего ряда в него провязываем 2 столбика с одним накидом а в каждую последующую петельку с от столбика предыдущего ряда провязываем по столбику 1 2 3 и 4 2 воздушные петли снова делаем накид и первый столбик предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом и в каждую последующую петельку от столбика предыдущего ряда провязываем по столбику то есть над каждым столбиком провязываем столбик а в первую делаем так сказать два столбика с одним накидом как вы видите у нас снова идет на увеличение две воздушные петли первый столбик провязываем 2 столбика с одним накидом а в каждый столбик последующий провязываем по столбику как вы видите система не меняется и снова две воздушные петли между столбиками так сказать теперь уже столбиками будем считать вот эти столбики между дырочками из воздушных петелек для тех кто хочет связать шапочку побольше как раз таки довязав этот ряд вам нужно будет снова провязывать ряд так сказать нашими прибавлениями в первый столбик для того чтобы у вас донышко шапочки по нам очки увеличивалась для меня так сказать этот ряд последний то есть мне его более чем достаточно поэтому довязываем этот ряд до конца еще раз повторюсь первый столбик провязываем два столбика с одним накидом а в каждый последующий провязываем по столбику если хотите размер побольше то сделаете еще один ряд так называемыми с так называемыми прибавками чтобы у вас в следующем ряду уже было не 6 столбиков а 7 то есть прибавка по два столбика с одним накидом один раз и 5 одиночных провязанных столбиков восьмой ряд заканчиваем двумя воздушными петельками и в третью петельку подъема делаем соединительный столбик все после восьмого ряда я прибавочек делать не буду у меня по размеру донышко получается где-то 13 если быть точно 13 с половиной сантиметров вы можете еще раз повторюсь сделать еще один ряд с прибавлениями точно так же как мы с вами прибавляли постепенно то есть сделать прибавление до 7 столбиков но так как я делать прибавления не буду я вам хочу показать как мы будем провязывать дальше делаем 3 воздушных петельки подъема накид и в это основание воздушных петель и провязываем столбик с одним накидом теперь провязываем над каждым столбиком по столбику с одним накидом кроме последнего столбика и так один столбик далее 2 далее 3 и 4 5 столбик мы не довязываем мы прибавили так сказать в начале 5 столбик теперь делаем две воздушные петельки и снова находим первый столбик из шести предыдущего ряда первый столбик над первым столбиком провязываем два столбика с одним накидом и далее по столбику в каждую петлю кроме последнего 1 2 3 и 4 последний пятый столбик я не трогаю если у вас провязано то есть вы сделали еще ряд прибавок то у вас соответственно одиночных столбиков провязывается не 4 опять то есть все равно последний шестой вы довязывать не будете его просто бросаете благодаря нашим прибавкам в начале так сказать вязание вот здесь в конце недовязанной у нас получается постепенно закручивается вязание спиралькой то есть вот эти дырочки будут ложиться спиралеобразным и так снова делаем две воздушные петельки и находим первый столбик над первым столбиком провязываем два столбика один и сюда же второй затем над каждым столбиком провязываем по столбику кроме последнего у меня их 4 поэтому я буду все время провязывать первый столбик делать так сказать прибавление то есть два столбика с одним накидом а затем довязывать четыре одиночных столбика с одним накидом и между все равно у меня будут две воздушные петли для вот этих вот дырочек снова находим первый столбик провязываем него два столбика с накидом и я довязываю еще четыре одиночных столбика с одним накидом таким образом без изменения то есть без каких-либо изменений год после вот этого ряда я вот таким вот образом то есть первый столбик над первым столбиком предыдущего ряда буду провязывать по два столбика с одним накидом то сделать как бы прибавление а в конце ряда вот этого вот из так скажем ряд вот я считаю вот этот треугольничек буду не довязывать одну петелечку то есть над последним столбиком петелечку не буду довязывать и так над каждым вот этим рядочком я буду провязывать в первую две в первую петелечку два столбика а в последнюю не буду довязывать и еще раз повторюсь из-за этого у нас и будет спиралька вот таким точно образом какой последний ряд с вами провязываем будем вязать до высоты нужной так сказать по нам очки шапочки пока у нас так сказать не будет нужная высота чтобы понять какую нам нужно провязать высоту лучше всего конечно же померить но я буду делать где-то сантиметров в 17 то есть от вот этой макушечки у меня будет высота по нам очки сантиметров где-то 16 половиной 17 если быть точным и так в общем кому нужно делайте прибавление для увеличения вот этого донышка нашего кому нужен размерчик где-то 7 9 лет а кому просто да там достаточно до 4 лет то делаете вот такой вот размерчик как у меня я думаю этого будет вполне достаточно конечно же меряйте по голове и соответственно если вы используете ниточку потоньше и крючок то у вас получается немножечко меньше размеры чем у меня и соответственно добавляете еще один ряд донышка в общем продолжаете набирать высоту панамки я провязала 16 с половиной сантиметров как вам и говорила вот у нас получилось вот такой вот спирали образный заворотик дырочек наших арочек и теперь мы делаем обвязку обвязка самая-самая элементарная сейчас мы закончили соединительным столбиком ряд и теперь каждую петелечку делаем по столбику без накида каждую в каждую петельку до первой арочки вот так вот провязали по столбику и теперь арочку саму провязываем 2 столбика без накида то есть вместо двух воздушных петелек предыдущего ряда у нас два столбика без накида и продолжаем дальше каждую петельку над столбиками предыдущего ряда провязываем столбики без накида а в арочку в нашу дырочку так скажем провязываем 2 столбика без накида и так до конца ряда над столбиками с накидом предыдущего ряда столбики без накида в арочку два столбика без накида и так вот довязали ряд столбиками без накида кому этой обвязочки кажется достаточно можете остановиться соединительным столбиком то есть последнюю арочку я доделываю два столбика без накида и делаем первую петельку соединительную петельку но кому как и мне кажется обвязки этой недостаточно я еще провяжу ряд в каждую петельку просто по столбику без накида то есть сейчас как вы видите у нас никаких арочек дырочек нет а просто сплошные петельки вот я в каждую петельку провяжу еще целый ряд по столбику без накида довязали второй ряд столбиками без накида делаем соединительную петельку или соединительный столбик вытягиваем и обрезаем теперь вот эту так сказать нашу соединительную петельку вводим под косичку на изнаночную сторону вот так вот вытаскиваем ее продеваем и на изнаночной стороне прячем как я уже показывала в предыдущих видео уроках закрепляем где-то здесь вот узелочка мы прячем кончики и так вот наша шапочка как вы видите готова получилось она довольно таки красиво аккуратненько сверху имеет вид такой вот спиральки очень все довольно таки красиво и миленько так скажем наш переход как вы видите начало конец ряда тоже лег красиво по спиральки немножечко я бы сказала совсем немножечко отличается от остальных так сказать наших арочек вот эту полосочку можете одевать вместе так сказать вот где у нас соединительный столбик можете одевать назад то есть если будете крепить какие-то украшения либо можете например цветок наоборот сюда нашел прикрепить чтобы одевать любой стороной на левую или на правую сторону либо наоборот оставить этот шовчик сзади то есть ровно так сказать сзади вот он у нас крепите цветочек и у нас он постоянно будет одеваться назад и так в общем нам осталось шапочку нашу только украсить то есть либо это будет цветочек либо это будет какие-то бусинки то есть на ваше усмотрение можете связать цветочек я буду сюда делать цветочек из ленточек так как мне больше так сказать нравится из ленточек цветочки на таких вязаных летних шапочках они смотрятся более так сказать оригинальнее красивее а цветочки вы можете посмотреть в моих видео уроках оставлю я ссылочки на цветочки под этим видео вы выберите для себя на свой вкус цветочки делаются очень очень просто из ленточек я беру самые легкие варианты поэтому я думаю никакие сложности возникнуть не должно в общем украшаем на свой вкус я надеюсь что вам понравилось обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пока пока пока